Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет небольшим, коротким. Я его хотел посвятить ответам на вопросы моих подписчиков. Здесь на листочке себе тезисно набросал основные темы, которые волнуют людей и на которые возникают вопросы, скажем так. Вот я там в двух видео говорю, что удочка, тот или иной фидер, по-моему, я рассказывал, стоит своих денег. И вот эта моя фраза вызвала дискуссии и на форуме, и в соцсетях. И люди спрашивают, что такое стоит своих денег, почему я так считаю, а что не стоит своих денег, а почему оно стоит, а кто это решил и тому подобное. И я действительно посмотрел, ну, в общем-то, я не раскрыл эту тему. Действительно, я вот фразой этой пользуюсь, да, что она из себя представляет, народ, в общем-то, не знает. Я, естественно, от себя это говорю, у каждого свое представление. Поэтому вот попытаюсь объяснить, что такое для меня, как для разработчика, раз, как для простого раболова, два, означает вот эта фраза, удочка стоит своих денег. Вот смотрите, я часто езжу на заводы. Был на заводы в Китае, в Корее. Знаю, где производится 90% того, что продается в России. Знаю, как это производится, на каких линиях, в какого качества, я вижу, из чего это все делается. В общем-то, в России производители, ну, скажем так, производители немного раз, во-вторых, все, кто этим занимается, они друг друга знают. И мы часто даже встречаемся на каком-то заводе. Да и менеджеры даже там, или технологи бывают одни и те же, которые даже вот подсказывают какие-то моменты. Вот. Что такое своих денег стоит? И вот пример, да, берем удилище. Я приезжаю на завод. Удилище один, да, и выходная цена на заводе, с завода на это удилище, ну, допустим, там, условно, 50 долларов. И другое удилище, тоже 50 долларов, тоже выходная цена такая же. Это примерно одинаковый материал, одинаковые кольца. Это могут быть кольца в одном чуть подороже, а зато там материал чуть подешевле. Либо сэкономили там на рукояти какие-то материалы чуть дешевле, или фурнитура, или наоборот, фурнитура там, да, подешевле, а там что-то другое подороже. Но суть в том, что выходная цена завода, это самый главный показатель применяемых материалов и качества изготовления. Поэтому, если я вижу, что, допустим, условно, мой вот Фотон ПРО, к примеру, я говорю, да, по ценам, ориентир, выходная цена завода 50 долларов, и я вижу, что на том же, на той же линии изготавливается удилище. Точность такое же, или там чуть иное, но с такой же выходной ценой, либо плюс-минус там 2-3 доллара. Но здесь, в России, оно стоит в 3 раза дороже. Я думаю, я не буду называть здесь своих, как бы, это не конкуренты даже, это не производители, про кого я имею в виду, это часто бывает, именно закупают удилища и так далее. Но суть в том, что я вижу, как это производится для других стран, из которых потом наши везут сюда, условно, в Россию. Я вижу, что эти удилища, они не стоят тех денег абсолютно, ни по материалам, ни по чему, за сколько это все продается здесь. Поэтому первое могу сказать, что для меня стоит своих денег, это основной критерий, да, это выходная цена завода. А за сколько его уже продают здесь, от этого зависят посредники, пока довести до границы, условно, да. Дальше идет оптовик здесь, после оптовика идет розничная сеть, который тоже свои какие-то там маржу делает, да. Поэтому, скажем так, чем меньше вот этих посредников, тем лучше, естественно. И чем лучше для потребителя, цена будет ниже. Поэтому для меня вот это самое основное показатель, это вот этот. И чем лучше соблюден вот этот идеальный баланс цены и тех материалов, из чего изготовлено, тем, соответственно, удилище, я считаю, что оптимально. Именно вот по цене покупки, да. Дальше, по поводу, вот часто спрашивают Максима, что такое АИМ там, а вот у вас что за АИМ, вы говорите, что у вас удочки в тоннах, да, уголек, из чего они сделаны, да. А здесь вот везде мы на рынках приходим и везде АИМа. То есть я могу сказать, что такое АИМ. Ну, во-первых, этого материала никто не знает на заводах. То есть когда я впервые в жизни приезжал на заводы, там несколько лет назад, то когда я через переводчика говорю технологам, вот мне нужен примерно АИМ-12 или АИМ-9, примерно вот в эту цену условную, они даже не понимают, что такое АИМ. Они говорят, мы этим не оперируем. То есть на заводах, что такое АИМ вообще не знают. Заводы оперируют только, уголь определяют в тоннах. Поэтому я сейчас вот пишу часто на удилищах, да не только я, другие производители, именно из чего сделан материал, это тонны. Поэтому не покупайтесь на АИМы, еще и потому, что, во-первых, это толком ни о чем, а во-вторых, одно удилище, допустим, ну, условно, один фидер, либо махалка какая-то, да, она может быть сделана из разного материала. И мы встречали такие вещи, что, допустим, вот у маха и у удилища, да, отсчет колен идет сверху, хлыстик первый, там, куда этот хлыстик вставляется, второй и так далее. Вот второй колен, допустим, сделан из более дорогого припрыга, а комель, так как, чтобы баланс был, да, в руку, ближе и так далее, а он сделан из более дешевого. И получается, что производитель, в общем-то, имеет право писать, что удочка вся сделана из более дорогого карбона. Еще момент. Должен сказать, что карбон, углепластик, углеволокно, графит, там, как его еще не называют, это все один и тот же материал. Не нужно думать, что, вот, многие приходят и просят, мне только из карбона, вот углепластик мне не надо, не понимая о том, что это, в общем-то, одно и то же. Это просто такое запатентованное условное название с Америки пошло. Вот, еще момент по поводу, да, еще, важен материал, из которого изготовлено удилище. То есть, мы вот, я свое удилище делаю из угля Торей, это японская компания. Вообще, три всего производителя в мировых самых качественных, качественного материала угля, да, это Торей, Митсубиши, это вот самые такие основные, и Тоха. Мы делаем из Торей, потому что, там, у нас устраивает и заводы, те, с которыми мы работаем, я работаю, да, они именно заточены под Торей, потому что он более прост, там, и тому подобное, на них цена, не нужно через Америку гонять, но, в общем, там масса этих нюансов. Вот, так, что мы еще хотели обсудить? Вот вопрос задают по поводу того, насчет жесткости, звонкости, чем дороже, тем лучше и так далее. Смотрите, момент какой. Ну, допустим, вот в Махах мы будем берем. Чем дороже уголь, тем удочка будет хрупче, легче и дороже. То есть, надо иметь в виду, что чем дороже удилище, тем из более высокомодульного угля оно сделано, но при этом оно у вас не выдержит, там, крупного карпа условно, и с ней нельзя идти на крупного карпа. Поэтому и оптимально это золотая середина. То есть, должно быть, вот, под ваши условия выбрано удилище, которое подходит только вам и только под ваши условия. Не нужно гнаться и съесть много денег, покупая, там, дорогущую палку, которая у вас сломается, там, на 200-градбовом карасе, которую вы принимаете в руку, а такие палки ломаются. Поэтому, потому что они рассчитаны совсем на другую рыбу, на пель, на прием в подсачник и так далее. Ну, в принципе, как бы, надо себя приучать, наверное, если вы хотите пользоваться хорошими удочками современными, то подсачник – это вещь необходимая, без него никуда. Я, например, рыбу там больше 150-ти грамм, наверное, в руку никогда уже не принимаю, это только подсачник. Поэтому вернемся к производству, по еще пару вопросов. По поводу дорогого угля еще момент. Дорогой уголь – это, как правило, всегда жесткая удочка. Люди понимают, что сопля не нравится никому. Все стараются взять жесткую палку. Опять же, повторюсь, жесткая палка из дорогого угля противопоказана для ловли крупной рыбы, либо силового вываживания, либо неопытному рыболову. Чтобы добиться жесткости, есть второй момент у производителей. Они увеличивают диаметр и увеличивают конусность колен. В таком случае мы, соответственно, получаем чуть толще колена. Ну, даже не чуть, а толще колена. Но при этом строй жесткий. Естественно, такая удочка будет весить тяжелее, чем удочка из более дорогого материала. Но строй, она будет более-менее держать. Поэтому показатель качества дороговизны – это тонкий бланк, диаметр, небольшой диаметр, я имею в виду, легкий вес удилища, да, и быстрый жесткий строй. Условно, это вот такие критерии, применяемые именно, то есть такие удилища сделаны именно из дорогого угля. Ну, вопрос в том, что оно нужно ли вам, например, кому-то, да. Я, например, хожу за карпом, если мне хочется на мах половить карпик, там, до полутора килограмм, я никогда не беру с собой дорогую удочку. Я беру себе там средний ценовой диапазон, который силовую относительно удочку, которая с неплохим балансом, но я никогда не гонюсь и не буду брать хрупкую, потому что она просто сломается. Поэтому здесь вот момент такой. Хрупкое удилище – это ловля, то есть хрупкое удилище легкое, дорогое, это ловля белой рыбы, когда удочку вы не выпускаете из рук. Это применение подсачника и, в общем-то, рыбалка на удовольствие. Чуть продолжу по поводу толщины стенок, когда производитель хочет сделать не лапшу, не соплю, а более-менее собранный бланк, увеличивая тем самым диаметр колен и конусность. В этой ситуации мы имеем, допустим, в махах, в баллонках тоже, минус какой? Увеличенный диаметр колен вызывает большую парусность при забросе и при ловле. И, соответственно, если боковой ветер будет, просто удочку подсносить – это первое. В забросе, когда мы пробиваем ветер в забросе, мы, помимо того, что с большим усилием начинаем махать и бросать, мы увеличиваем еще нагрузку большую на комель. То есть есть вероятность поломки комля. И здесь получается такая вот засада, что при этой ситуации, чтобы такого не произошло, нужно еще и материалы добавлять в комель для того, чтобы это не хлопнулось. Поэтому, вот, допустим, если взять лидеры, я, наверное, сколько, года полтора, по-моему, ну, ориентировочная, мы проектировали их с технологами заводы, и оно было разработано поколенно. То есть для того, чтобы мы делали так, даже в станках специальных оборудований просчитывали после просчета уже удочка шла на оборудование, на тесты. И мы с технологами завода просчитали так, чтобы нагрузка распределялась с ее ростом на следующие колено. То есть каждое колено должно на себя брать примерно до 90% критической нагрузки и дальше отдавать на следующее. Днется следующее, также, да, там 80-90%, отдается на следующее. И получается так, что весь бланк в отработке работает очень хорошо. Ну, такая масломасляная в отработке работает, да? Ну, вот это работает на вываживание, на амортизацию и так далее. Поэтому никогда качественное удилище нельзя гнуть отдельно колено или бы отдельно хлыст сгибать там в узел. Потому что хлыст, когда его начинается сгибать, вы заметили, вот возьмите там условно удилище, положите в дублину и начните сгибать чуть-чуть, или в руки там другой человек начинает сгибать. Если вы захлыстик взяли, то хлыстик же в кольцо не сгибается, у вас один сам по себе. Если его взяли внизу и удочка начинает поднимать, удочка начинает делать парабулу. Да, и, соответственно, нагрузка начинает прогибаться. Поэтому отдельно, вот некоторые приходят, а дайте я там как мощный, не мощный, там раз погнет колено какой-то. То есть такого делать нельзя, потому что это идет... Удилище работает целиком в разобранном виде, и оно спроектировано таким образом, чтобы оно распределяло нагрузку, переводило дальше на следующие, следующие, последующие колено. Далее. Сейчас пошла такая тенденция, которая мне не очень нравится. Я вот своим подписчикам говорю всегда правду и честно, что я возглавляю Сабанеев Рома до тех пор, пока я буду выпускать удилище только на максимально дорогом и качественном заводе. Как только экономическая ситуация, еще что-то произойдет, и я буду вынужден, как некоторые, не буду говорить, показывать пальцем производителей, перейти на более дешевые заводы, тем самым снизить качество. Я на это не пойду, мы просто тогда закроем, грубо говоря, все. И вот некоторые производители грешат тем, что первую, вторую партию они выпускают на одном заводе, а другие уже, да, последующие заказывают на более бюджетном. И человек, который покупатель, он видит вроде удилища те же самые, а здесь там косячки какие-то начинают выплывать, ломаться оно стало чаще, и здесь там не до конца что-то прокрашено, проглеено и так далее. То есть это говорит, как правило, о том, если это массово, да, что, скорее всего, производство просто перенесли на более дешевый завод, на более бюджетный. Бюджетный – это заводы, которые не умеют работать с дорогими предпредами. Допустим, некоторые заводы даже не могут качественно подогнать конусность коленбланка, фидери, к примеру. Да, то есть я, когда вот только мы начинали, что называется, по фотонам, я там ездил на заводы и смотрел, мы разговаривали, как, как, что можно сделать. Да, но в итоге я отказался, и мы производство не размещали, не размещал на этом заводе, потому что они прислали мне образцы, что я хотел, и был стук колен. Когда там было несколько разговоров о том, чтобы они это убрали, да, и более лучшую конусность сделали, лучшую в плане того, чтобы подходило, все было хорошо, но все равно стук оставался. То есть потом уже, когда я туда еще раз приехал, я уже понял, что они просто не умеют это делать. То есть у них именно вот бюджетный сегмент, бюджетный китайский сегмент, сказать, что это подделка или там левая, нет, не левая, просто завод бюджетный, который не умеет работать с дорогими материалами, которые технологии еще не дошли до уровня более серьезных заводов. И далее, господа, хорошее удилище не значит дорогое удилище. Первое, что нужно знать, оно должно подходить вам под ваши условия. И если вы купите дорогое удилище, оно будет не подходить под ваши условия, оно просто у вас сломается, либо не будет работать, не даст вам всего того, что оно может сделать. Поэтому обращайте внимание даже, может быть, не на фурнитуру и так далее, а отталкивайтесь, или там качественные материалы, а отталкивайтесь именно от своих условий. И не нужно гнаться там за дороговизну и тому подобное. Поэтому удочка, что самое важное, она должна быть правильно спроектирована. Почему мне не нравятся многие китайские, скажем так, какие-то товары, которые, опять же не буду показывать пальцем, такие популярные товары, на которых наш сервис держится, в общем-то, которые ломаются часто очень. Я пишу это в своих комментариях, часто и в соцсетях. Там просто удочки копируют, при том на бюджетных заводах. Просто привозят удочку туда, на завод отправляют, и говорят, мне нужна точница такая же, условно. Китайцы их копируют это дело, при том, применяя другой даже материал, она может быть большего веса, чем то, что прислали. Она может быть другой геометрии, потому что, допустим, прислали больше вес, тяжелая. Тот, кто заказал, вот эти недобросовестные, это кто такие, скажем так, продавцы, которые не хотят не вкладываться, либо не хотят вкладываться в разработку, да, и в анализ чего-то, да, удилищ. А именно просто нужно тупо скопировать, и все. Поэтому, что я хотел сказать в завершении, хорошее удилище – это недорогое удилище. Это удилище, которое подобрано под ваши условия, именно конкретно под ваши условия, оно подходит под ваши условия. Раз. И удилище, которое разрабатывалось знающими, понимающими людьми в этом. Вот это самое главное. Удилище должно быть правильно сбалансировано, под нее должна быть подогнана правильная фурнитура, поставлена с умом. Расстановка карты колец на фидерах, матчах, там, и так далее, баллонках. На махах – это правильно распределенный, расчет правильно распределенной нагрузки на колено, да, для того, чтобы то или иное колено не ломалось при забросе, и так далее. Правильно высчитанный баланс, необходимый строй для каждой в той или иной тех или иных условий ловли, да, которые необходимы. То есть все эти вещи в комплексе, они дают вам правильную, скажем так, правильную для вас снасть, подходящую для вас снасть. Поэтому гнаться не нужно за рейсдой, нужно, скажем так, гнаться и понимать, и покупать те удилища, тот товар, который был с умом сделан, не скопирован просто, и потом еще непонятно, какой материал там поменяли, и что там поменяли, да, в этом скопированном удилище, как многие китайцы делают. Да, а именно, удилище, сделанное с профессиональным подходом к делу. Всего доброго на сегодня. Ждем ваших заказов. Мой магазин Multifish. Гарантируем и качественную консультацию, и качественный товар. Все объясним, все скажем, как есть, и все честно. Заказывайте. Напомню сейчас о акции с бесплатной, две запчасти в год нашим покупателям. В период действия акции каждый может получить две запчасти на любое удилище, купленное у нас. Люди уже получили, и на Блэкхолл, на Дайвы сейчас вновь мы открываем акцию. Так что, покупайте с гарантией, и натянутых лесок вам на водоемах. Всего доброго. Продолжение следует...